Ни Хон Кейдзай, Япония, посещение Медведевым острова и Туруп, ледяной сигнал Путина в адрес Абэ, Маттахиро и Кэда. Ни Хон Кейдзай, Япония. 12 августа 2019 года. Токио, российский премьер-министр Дмитрий Медведев в начале августа посетил один из четырех островов у берегов Хоккайдо, который удерживает Россию и на которые претендует Япония. Сделано это было вопреки требованию Токио об отмене визита. Последний раз Медведев посетил этот остров, который в Японии называют Этарофу, Этарофу, в августе 2015 года. Перед этим, будучи президентом страны, он в ноябре 2010 года побывал на острове Кунашир, еще одном из четырех островов, и таким образом стал первым главой российского или советского государства, вступившим на землю этих спорных островов. Медведев, второй человек после президента Владимира Путина в российской иерархии, считается сторонником жесткой линии в отношении Японии, и поэтому его визит на остров Этуруп имеет особую важность. Упомянутые острова являются частью того, что Россия называет Южными Курилами. В ходе своего посещения острова Этуруп четыре года назад Медведев сказал, Курильские острова являются частью Российской Федерации, входят в субъект Российской Федерации под названием Сахалинская область. Поэтому мы посещали, посещаем и будем посещать Курилы. Недавняя поездка Медведева на остров Этуруп свидетельствует о том, что он не забыл своего обещания. Всего он совершил четыре поездки на эти острова. Во время первого посещения Медведевым Курил условия жизни на них были ужасными. Сейчас здесь заасфальтированные дороги. Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия, подчеркнул Медведев в ходе недавнего визита. Во время визита в августе этого года российский премьер-министр посетил рыбоперерабатывающий завод, горячий источник, школостроительную площадку, где возводятся жилые дома. Когда его спросили о том, беспокоит ли его реакция Японии, Медведев сказал, какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства. Этот остров наш. Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься. Несмотря на свою в определенной мере либеральную репутацию, Медведев считается японофобом. Во время своей поездки на остров Кунашир в июле 2012 года в качестве премьер-министра, он назвал этот остров российской землей. «Ни пяги не отдадим, абсолютно», — добавил он. Путин ни разу не посещал эти острова, и поэтому некоторые наблюдатели в Японии сделали вывод о том, что недавний визит Медведева не является поводом для озабоченности. С 2000 года Путин твердо удерживает власть в своих руках, и так было даже в тот период, когда Медведев был президентом, с 2008 года по 2012 год. Маловероятно, что Медведев, лояльный сторонник Путина, будет посещать эти острова без согласия российского президента. На самом деле, Путин, судя по всему, использовал эту поездку Медведева для того, чтобы направить Японии определенное послание. Когда Медведев посетил остров Кунашир в 2010 году, а затем в 2012 году, в Японии у власти находилась Демократическая партия, отношения с Россией были натянутыми. Однако два его визита на Итуру пришлись на время правления Либерально-демократической партии и ее младшего партнера партии Камейта. Премьер-министра Японии Синдзе Абэ занял свой пост в 2012 году с твердым намерением решить вопрос северных территорий, так в Японии называют эти острова, и заключить с Россией послевоенный мирный договор. Он встретился с Путиным в апреле 2013 года, затем в феврале 2014 года на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи. Однако через некоторое время, в феврале 2014 года, Россия отторгла Украину и Крым, а через месяц повергла международное сообщество в шок своим объявлением об аннексии этого полуострова. Япония вместе с другими странами из группы ГСМ ввела после этого санкции в отношении России. Действия России свели на нет контакты АБ с Путиным, который обвинил Японию в том, что она является марионеткой американцев. Однако Токио тогда верил в то, что на двусторонние переговоры вопрос об Украине не повлияет и что намеченный визит в Японию Путина состоится. В августе 2015 года, в период бурного выяснения отношений, Медведев совершил свою первую поездку на остров Итуруп. В результате надежды Японии на визит Путина рухнули. АБ и Путин вернулись к обсуждению этого вопроса только в мае 2016 года, когда японский премьер-министр вновь посетил Сочи. АБ предложил план из восьми пунктов по поводу двустороннего сотрудничества в таких областях, как здравоохранение и энергетика, а также призвал к ускорению переговоров относительно заключения мирного договора на основе новой идеи. Он также предложил заниматься совместной экономической деятельностью на этих островах, и это именно та стратегия, которую Токио раньше избегал, опасаясь того, что подобный шаг может быть истолкован даже как признание российского контроля над спорными островами. Путин посетил Японию в декабре того же года. На встрече в префектуре Имагути оба лидера согласились начать переговоры относительно совместной экономической деятельности на Курильских островах, рассчитывая на то, что это может проложить путь к подписанию мирного договора. Когда переговоры натолкнулись на препятствия в виде юридических вопросов и реакции местного населения, АБ предложил вести переговоры на основе совместной декларации Японии и России 1956 года, которую Путин признает как действующую. Учитывая отход от традиционной позиции Японии относительно возвращения всех островов, АБ надеялся на то, что Путин сделает этот смелый политический шаг и пойдет на сделку. Однако Путин отказался сдвинуть с места этот процесс. Не отвергая сразу эту сделку, он поставил четыре условия, в том числе и исторические вопросы и требования по поводу ипаноамериканского договора о безопасности, при выполнении которых он согласится с этим предложением. В результате ситуация оказалась в тупике, и переговоры АБ и Путина в июне на полях саммита группы Г-20 в Осаке не дали никаких результатов. Однако АБ продолжает оказывать давление и надеется убедить Путина подписать мирный договор. Он планирует в этом году вновь посетить Восточный экономический форум, который будет проходить в сентябре в российском городе Владивостоке, и Путин тоже примет в нем участие. Что касается российского лидера, то у него в голове могут быть другие мысли. Почетным гостем на форуме в этом году будет премьер-министр Индии Нарин Драмади. Тем временем отношения между Соединенными Штатами и Европой становятся более сложными из-за таких вопросов как Америка на Китайская торговая война, требования Америки об увеличении союзниками по НАТО расходов на оборону, а также решения администрации Трампа выйти из иранской ядерной сделки. Подобного рода трения помогли России выбраться из холода, если сравнивать нынешнюю ситуацию с той, что была после аннексии Крыма. Россия приветствует инициативы АБ, однако японцы сегодня менее полезны для стратегии Москвы, чем раньше. Япония в настоящее время просто перестала быть для России дипломатическим приоритетом. По данным российской ежедневной газеты «Коммерсант», во время частной встречи с лидерами российского бизнеса в марте нынешнего года Путин говорил об утраченной динамике в переговорах о мирном договоре с Японией. Упомянув о Японоамериканском договоре о безопасности и оппозиции большинства жителей этих островов, выступающих против передачи Курил Японии, Путин, как следует из публикации в газете «Коммерсант», заявил, «Нам нужна передышка, хотя следует избежать срыва в двусторонних отношениях». С помощью второго визита Медведева на остров и Туру Путин, похоже, направила Японии сигнал о том, что две страны должны сегодня отложить в сторону территориальный вопрос, однако он хочет продолжить контакты. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...